Добрый день! Продолжаем наш цикл «Философский словарь» и сегодня два термина. Почему два? Потому что можно говорить каждый по отдельности, но наиболее проблемным бывает именно их сочетание. Два понятия, два термина. Это философия и наука. То есть можно отдельно поговорить, а что такое философия, предмет философии, метод философии. Можно расплыться здесь очень широко или очень глубоко, очень высоко. И то же самое говорится о науке, но мне кажется, что наиболее четко высвечивается и сущность философии, и значение, и сущность науки именно при их сравнении. И на мой взгляд, сколько я сталкивался с рассуждениями о философии и науке, именно непонимание разницы между философией и наукой наиболее сильно вредит философии. Ну, скажем, есть философы, которые не занимаются метафизикой и не задумываются над этим вопросом. Но если человек только начинает задумываться о философии и науке, то он начинает плавать очень сильно, и это очень мешает. А, кстати, даже те, кто занимается метафизикой, тоже очень часто говорят, что метафизика – это наука. Очень многие философы говорят, что философия – это наука. И когда начинаешь выяснять, а, извините меня, вот есть наука, да, понимаете, что есть наука, да, есть философия. Это одно и то же. Я зачитаю некоторые фразы, которые традиционно звучат при соотношении с философией и наукой. Философия – это наука, и все, точка. Философия предшествует науке, философия развивается и превращается в науку. Это такой миф, что вот была философия, как бы не миф, скажем так, что относительно античных времен мы можем так сказать, что была некая философия, которая включала в себя элементы науки, и наука выделилась из философии. Но многие и сейчас считают, что вот есть некая философия, или должна быть правильная такая философия, которая в конечном итоге смыслом развития некого философского направления – это превращение ее в науку. Вот как по античной карте. И предлагаю сегодня поговорить на эту вот тему, возможно ли это или невозможно. Есть еще такой взгляд на соотношение науки и философии. Никакая философская система не должна противоречить научному знанию. Философия должна опираться на достигнутый научный уровень, описание мира. Тоже проблема. Мы же знаем, что наука меняется от века к веку. И какой бы должна была быть философия Гегеля и Канта, если бы они основывались на современной их науке. Ну они пытались это делать. Но если почитать, что у Гегеля написано в энциклопедии философских наук про науку, там это тихий ужас, даже на том уровне, которым была. Сейчас тоже пытаются говорить, что философия должна основываться на ноте. Я спрашиваю, на чем? Ну вот квантовая механика, да? Вот есть формулы квантовой механики. На этих формулах она должна основываться? Ну нет, конечно. А на чем? На интерпретации? Интерпретации? Ну интерпретации столько. На какой из интерпретаций квантовой механики должна основываться философия? На какой? На Эверетовской, многомировой или какой? Их много. И тем более, что все эти интерпретации сами являются философиями, а не наукой. И потом, что еще существенно, что мы понимаем, что у науки есть свои границы. И предмет науки довольно ограничен. И за наукой, за границей науки существует очень чего много. Много того, о чем наука не может нам сказать. И когда человек говорит, что философия должна быть основана на научном знании, ориентироваться на науку, основываться на научных фактах, то есть этим однозначно утверждается, что философия не должна описывать что-то, выходящее за пределы науки, не описывать то, что недоступно науке. Ну, скажем, современная наука нам не может сказать, что такое сознание. Значит, что мы, философия, не должна заниматься сознанием? Есть огромная область так называемых трансреальных знаний, оккультных знаний, эзотерических знаний. Они есть, то есть можно по-разному к ним относиться, но это некая сфера. Философия должна интересовать? Должно. Наука этим интересуется? Нет. Это за пределами научного описания. Есть еще такое представление. Философия обобщает научные данные. Вообще-то очень сомнительное такое утверждение. Во-первых, самим ученым обычно глубоко плевать, что говорят философы. И на их обобщение. То есть я не знаю, Игорь, может, подскажешь, есть в 20 веке, чтобы философия хоть что-то подсказала науке. Не знаю такого. Дело в том, что Диамат все равно обосновывал, но никогда не являлся основой. То есть это вторичен. Можно считать, что религистские представления первоначально были некого рода философскими представлениями о том, что такое пространство и время. А потом за основу этих представлений уже положено некого рода математика. Ну я думаю, что Эйнштейн не ориентировался на эту философию религистскую. Нет, есть такая интерпретация, что вначале Эйнштейн подошел к вопросу философской стороны, понял, что пространство и время это нечто как бы там... Нет, нет, я думаю, что даже исторически было не так, потому что в первой его работе, в первой статье Эйнштейна, там были лишь формулы. И вот именно сам релятивизм как таковой, что не абсолютность пространства и времени, там еще как бы не было вот так явно вырос. Нет, я вас говорю, что так вы интерпретируете. Интерпретирую, да. Совершенно точно это не так, потому что вообще, если говорить строго, то есть в первой статье это сделал не Эйнштейн, а Андрей Понкаре. Понкаре, то есть преобразование Лоренца было, а вообще было Понкаре, да. И как бы он как математик, я думаю, был достаточно далек от философии. Да. Ну считается он философом, автором конвекционализма. Считается. Что придумал такое направление? Философия или конвекционализма? Часто, когда речь заходит, что вот философы привнесли что-то в науку, вспоминают атомизм, да, вот. Но тут, скажем так, прежде всего нужно различать философа философа. То есть есть философ, который пишет о философии, а есть философ, который пишет еще не о философии. Вот те высказывания, которые, скажем, материя состоит из атомов, это философское высказывание. Я думаю, это не философское высказывание, это научное высказывание, которое можно проверить. Ну, скажем, не материя, вещество состоит из атомов. А, скажем, сущность равна существованию, там что-нибудь, это философское, потому что это проверить никак нельзя. То есть это просто чистое философское высказание. Философы могут говорить и на научные темы, этические темы, эстетические, даже кулинарные темы. И поэтому не стоит приписывать, если философ какой-то сказал что-то, это сказала философия. Нет, не всегда относится к философии. Просто для этого надо уточнить, что мы понимаем под наукой, потому что изначально в древности под наукой понималось, в отличие от мифов, понималось доказательное знание. То есть миф как бы это не доказательное знание, это некого рода история, к нему можно отнестись, услышать его, понять и все, больше ничего не зависит. Требовать доказательств здесь бессмысленно. Есть как бы некое рода другое знание, которое требует доводов, доказательств и прочее. То есть первоначальное понятие эпистемы те знания, которые базируются на некого рода доказательности. И продолжаем. А философия, она бездоказательна? Так, философия в этом смысле точно так же доказательна. Точно так же доказательна. И поэтому в этом древнем смысле философия является эпистемой, то есть наукой. В древнем смысле. В древнем смысле, да. Но в момент, когда наука четко определилась на теоретическую и практическую, на экспериментальную и теоретическую части, на различия между эмпирическим суждением и теоретическим суждением, вот тут произошло кардинальное различие. Потому что эмпирических суждений философии быть не может, как таковых. Я бы сказал, если в древнем смысле говорить, то в древнем смысле никак... Не в древнем, я бы в современном. В философию входило все. В математике, в философии, все входило в философию. Давайте четко различать. Мы сейчас не говорим о синкретическом периоде сочетания философии. Я предлагаю понять логику, почему все-таки под наукой мы сейчас поднимаем иное. Потому что на самом деле доказательность... Но она выделилась от всего. Нет, просто доказательность это не является в конечном смысле обоснованным знанием. Потому что можно знание доказывать, но кто докажет те первоначальные аксиомы, на которых эта доказательность базируется? То есть не любое доказательное знание является знанием обоснованным. И поэтому как бы научно сейчас понимается не в смысле доказательности, а в смысле обоснованности. И поэтому единственная... А в чем разница обоснованность и доказательность? Обоснованность как раз опирается на опыт, опирается на исследования. То есть доказательные знания это рациональные, логические... Скажем так, рациональные знания. Рациональные знания, которые, предположим, мы приняли какие-то аксиомы, что они очевидны, не ваши на самом деле, согласились. Из этого какие-то сделали выводы. Вот это знание доказательное. То есть философия осталась в рамках такого доказательного знания, но она не может это знание обосновать окончательно. Потому что для этого требуется обосновать аксиомы. Как это сделать? Никаким способом, кроме как экспериментальным, это сделать невозможно. Значит, сходство между наукой и философией. Наука и философия это рациональные формы познания. Да. Рациональные. То есть если мы берем некое развернутое доказательство, и философское доказательство, и научное доказательство должно быть однозначно логичным, рациональным и из каких-то аксиом строго выводить какие-то выводы. Ну, единственное, что в науке это абсолютное требование, скажем, научная теория, она требует абсолютно логичности, то философские теории, ну, редко бывают абсолютно логичные. Там всегда существуют какие-то несогласованности, существуют перескоки. Ну, это как мы на это закрываем глаза, но считаем, что и наука, и философия рациональные методы познания. А, ну, прежде всего, это форма познания, как мы признаем, что это некое познание, рациональное. Второе, что сходство с наукой и философией можно выделить, что продуктом и философии, и науки являются в общем случае некие теории, ну, или выводы из теории. То есть, когда мы… Ну, концепция, это как бы предшествует теории, да? Просто теория – это как бы нечто уже более… Я говорю итог, это вывод. То есть, ну, в смысле, результатом, продуктом. То есть, когда мы говорим о продукте философии, мы подумаем, что такой идеальный конечный продукт философии – это теория. И идеальный конечный продукт науки, но как бы незавершенный – это тоже теория. То есть, в этом они схожи. То есть, теоретик, физик и философ, в принципе, сидя дома, приняв какие-то аксиомы, один произвольный теоретик может принять, физик, философ свои какие-то мировоззренческие аксиомы или формально тоже приняв какие-то, они делают какой-то продукт рациональный и выкладывают на стол две стопки листов, на которых написан рациональный текст. Вот пока мы здесь отличить не можем философию от науки, да? Значит, философия, наука начинает отличаться дальше. Потому что для того, чтобы утвердить, что вот вывод научной теории является научным суждением, еще нужно что-то другое. А вывод философской теории, истинной из нее, это является истинным философским суждением. Ничего с ним больше сделать нельзя. То есть, никак, не обосновать его никак, не проверить его никак. То есть, просто принять на веру или поверить, что оно логично выгодно. Ну, здесь есть как бы возражение, которое, как известно, феноменология, ну, можно говорить о феноменологии Гусерлина, можно, так сказать, начинать феноменологию Декарта, утверждает, что философия тоже имеет некого рода свой опыт и тоже как бы опирается на своего рода эксперимент, да? Да, но только этот эксперимент уникальный и внутренний. Внутренний, но он же как раз в философии призывает, что каждый может проделать этот опыт и на основе этого опыта убедиться. Да, но при этом мы берем 3-4 философа, каждый из них предлагает проделать внутренний опыт, и мы имеем 3-4 группы людей, которые проделать, говорят, да-да-да, но каждого своя, то есть эти группы не пересекаются. Ну, например, этот опыт реплиции Декарта, ну, у всех одинаковый? Нет. Ну, а как иначе? Ну, почему? Например, я не согласен с Декартом по поводу мышления, то есть я различаю, значит, существую, мне мышление не нужно для того, чтобы определить свое существование. Вот. Но с другой стороны, конечно, вот этот элементар... Есть же математические доказательства, и очень многие люди с ними не согласны. Несколько десятков математиков согласны с доказательством как бы-нибудь там. А если ошибку найти, конкретно указать? А бывает, что не найдена ошибка... Есть теория МЧВ, там 10 или 100 человек согласны, а большинство, вот кого, не поймая на улице, спроси, согласны с доказательством, которые не согласны. Нет, ну, это... Ну, потому что это аналогично, что... Просто из наук, которая ближе всех, вот в этом смысле, к умозрительным дисциплинам, это математика, философия. Она не экспериментальна. Математика, да. Хотя, как говорят, математика-наука экспериментальна, особенно теория цифр. Ну, есть такое... Я долго-долго с математиками выяснял... С философией точно так же, просто те примитивы, то есть конструкции... Не со всякой философией, а феноменологией только. Нет, не со всякой философией. И те самые примитивы, то есть концепты, которые мы наперевывали, к сожалению, зачастую гораздо сложнее математических. Философия, когда? Да, философия. Да. Поэтому на самом деле те, кто философией занимаются профессионально, но я думаю, что в российской культуре за тысячелетие несколько человек. Ну, реально. Ну, у меня несколько. Ну, у меня несколько человек. А ты занимаешься, скажи так? Да. Вот. Значит, это вот такова ситуация. Они этим делом владеют и с этим делом справляются. Ну, я могу напомнить, что и математическая культура, как таковой, скажем, 200 лет назад в России не было. Потому что примитивы на учебнике Магнеевского что-либо еще не было, а потом появилось. Но, тем не менее, она предполагает некое удержание дискуссии. Она предлагает очень высокую строгость в размышлениях. И в этом смысле философия на математику очень похожа. Да. То есть я бы для себя рисовал так, что вот есть три сферы познания рациональные, философия, наука и математика, не пересекающиеся, в принципе. Ну, частично пересекающиеся. И просто философия и математика – это две крайности, вот если рациональность разделить, наука посередине, а математика с одной стороны, а философия с другой. Ну вот, с другой стороны, если мы действительно определим философию как для себя бытие мысли, если она будет как для себя бытие мысли, то тогда это для себя бытие мысли во многих дисциплинах очень хорошо проявляется. Ну, в частности, для себя бытие мысли, оно очень хорошо проявляется во всевозможных социальных науках. Ведь, с одной стороны, мы же понимаем, что господин Макс все-таки выдающийся экономист. Но, с другой стороны, мы одновременно понимаем, что в каком-то смысле он не философ. В каком-то смысле, да. Потому что в его произведениях вот это для себя бытие мысли, оно облилось достаточно ощутимо и достаточно заметно. В этом смысле сказать, что политэкономия Маркса в какой-то имеет отношение к философии, конечно, можно. То есть он к какому-то философскому... Ну, скажем так, да можно выделить философскую часть, чистую выделить. Здесь он к самому главному критерию для себя бытие мысли, но в результате. Я бы все-таки более точно попытался... То есть это афористическое такое определение философии, да? А вот более простое, давайте попробуем, что является предметом философии? Тие, как обычно люди говорят. Ну, я... Вот это настолько абстрактная идея. Значит, предметом философии является, как ни странно, не предмет, а то самое отношение и существование мысли, которое оно в этом себе удерживает. Почему? Потому что мысль не может быть сделана предметом, она не может быть положена перед собой. У нас всегда есть отношение, отношение меняя мир. И в этом отношении я могу выдрать из себя кусок, который я мыслю, я положу перед собой, но оно перестанет существовать как мысль. Поэтому он только в таком интенсивном отношении существует, а иначе не существует никак. И вот философия с таким странным предметом работает, потому что психология – это психические процессы, положенные объективно. И все-таки не возвращаясь к науке. Философия все равно не является даже на основании этого науки. Не является. Не является. Тем не менее, что-то подобие эксперимента в ней все равно есть. Конечно. Как и в математике. Мы даже не знаем еще, какое такое предчувствуем. И мы создаем модель этого объекта. То есть то, что в конечном итоге будет формулами. И мы можем некими вычислительными методами пытаться анализировать этот объект. И тогда это некий опыт. Но это как бы не опыт, это просто часть теоретического процесса, так сказать, теоретического познания. Ну, в некоторой степени, они говорят, математики говорят, все равно это похоже, как мы проводим эксперименты. Мы много раз пытаемся вложить разные данные и получить какой-то ответ из него. Сейчас в математике вообще есть чисто экспериментальная наука. Это численный эксперимент. Ты высказываешь определенные вещи. А потом я могу... Ну что, можно проверить? Ну да, нет. Можно действительно руками построить и получить, да, действительно. То есть можно математически рассчитать, да, а можно руками построить. Это же эксперимент какой-то. Вот тут, но есть большая разница. Все-таки нашел я эту разницу, почему математический эксперимент не совпадает с физическим экспериментом. Это разные очень эксперименты. А дальше мы вернемся еще, наверное. Влад, вот вы говорили по поводу эксперимента. Предмет эксперимента находится внутри самого мышления. А предмет эксперимента науки находится вне мышления. Потому что предмет есть. Есть предмет. А у философии такого предмета явного такого нет. Ну, можно говорить, можно... Некоторые говорят, что предметом философии является понятие. То есть вот, когда я сажусь и начинаю о чем-то мыслить, что-то выстраивать, я беру понятие и пытаюсь его описать, поставить модель понятия, да. Можно говорить, что предметом философии является философское мышление. Можно сказать, что предметом философии является мировоззрение в некоторой степени. Но в любом случае это что-то внутри. Внутреннее. Я действительно могу проводить эксперименты над собой и мыслить так и сяк, это как эксперименты. Но они доступны только мне, а другому они доступны через мою теорию. В отличие от физики... В психологии ведь тоже многие вещи доступны только у каждого. Нет. Психология изучает только то, что от третьего лица. Психолог не изучает себя. Ну, в данном случае он может верить, не верить. Для того, чтобы верить, не верить, он должен попросить 100 человек. И тогда сделать вывод. А в философии один. Он сам себе и сам себе верит. Достаточно. Психолог никогда не... У психологии никогда не является предметом изучения самого психолога. Он не может себя изучать. Он скажет, я вот себя изучил и, пожалуйста, написал статью. Это недопустимо. Должен быть другой человек. Он изучает поведение другого человека. И поэтому в науке всегда предмет находится за пределами мышления. И у нас в науке... Чем отличается наука от философии? Потому что мы должны иметь два суждения всегда. Одно эмпирическое суждение, другое теоретическое. И их сравнивать. То есть я... Из теории у меня следует, что вода должна закипеть за пределами 20 градусов. Другой человек мерит. Много-много раз мерит. Да, да. Ой, при 100 градусах. Да, Цельсия. Вот 100 градусов закипело. Все. Сравнил. Это экспериментальное суждение. Теоретическое суждение. Совпало. Вот только при совпадении экспериментального эмпирического суждения и теоретического суждения, полученным путем эксперимента и полученным выводом, вот это является научное суждение. Истинное научное суждение. Раньше в древности, например, считали, что достаточно верить, как бы, не груду, а авторитетом, либо там... Ну вот, Аристотель себе верил, сколько его живут. Можно верить откровению Бога. Да, можно. То есть человек, допустим, в откровении, там, что-то там во сне или какого-то... Но это не научное будет. Это будет истинное суждение. Да, к тому говорю, что само понятие эксперимент тоже при этом имеет историю. Если брать эксперимент в самом широком смысле, то любая, как бы, дисциплина имеет экспериментальную сторону. И в этом отношении, наверное, все дисциплины более-менее одинаковы. Другое дело... Нет, дисциплины науки все. Ну, не науки древнего. В древнем смысле науки. В смысле того, что вот там какие-то знания, которые пытаются быть доказательными, которые пытаются что-то доказывать. Одни опираются на авторитет, а другие опираются на мистический опыт, на внутренний опыт, там, еще на... Да, но есть очень большая разница между опытом научным и вот этими всеми мистическими... Вот, я хотел сказать, что мы теперь под экспериментом понимаем нечто другое. Это само понятие эксперимента, оно имеет историю. И вот эта история, как бы, вот то, что мы в современном смысле наукой назовем, она опирается на вот это современное понимание эксперимента. На воспроизводимость. Возначную воспроизводимость, рациональность. Мы не доверяем каким-то откровениям. Да, да. То есть наука держится на двух рациональных вещах. Рациональная теория и рациональный эксперимент, воспроизводимый. Здесь теория воспроизводима логически. Она воспроизводима... Вот я могу пересказать теорию человеку, тому, 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 испортимому телефону, но все равно она останется той теорией, которой она была. Она не искажается при пересказе. Эксперимент тоже у нас становится экспериментом только тогда, когда он подтвержден множеством раз, множеством коллективов. Он тоже имеет никакую объективность. И вот сравнение суждения эксперимента и суждения теоретического нам дает научное истинное суждение. В идеальном смысле, конечно. В идеальном смысле. Там куча, куча, куча. Есть нагруженность эксперимента теории, есть нагруженность теории эксперимента. Почему вообще можно сравнивать два суждения? Нет, это в идеальных условиях сравнивается эксперимент с теорией. А в التакт-то вообще может быть просто... Есть какая-то авторитетная теория, она просто в силу авторитетности своей подавит все эксперименты. Нет, если нет эксперимента вообще, то это не будет... Нет, для нее есть эксперименты. Это социальная сторона науки, это отдельная история. Можно об этом тоже говорить, но мы туда не будем. А философия, да, философский эксперимент, это мой внутренний эксперимент. Мой внутренний. И он убедительный только для меня. Если я что-то... У меня, скажем, есть какое-то понятие, другие не имеют понятия об этом понятии. И что я? Как они проверят? Нет, ну как бы на это можно было с позиции Гегеля сказать, что не бывает понятий личных. Ну да. Понятие, оно потому и понятие, что оно не личное. Но если кто-то... Есть две стадии существования понятия. Скажем, оно существует некое объективное, как, скажем, в третьем мире поппера, или как идея Платона, да, существует. И первый, кто это озвучил, скажем, Кант или Гегель впервые, скажем, ну, какие-то понятия уловили и озвучили. А дальше оно существует уже в распространенном виде тоже. Естественно, понятие не может быть индивидуальным. Но тот человек, который первый его, как бы, выделил... То есть когда-то не было же понятия, скажем, ну, тоже абсолютно, да. Тот же первый это понятие ввел в философию. Хотя нечто в мире существовало, что можно было назвать абсолютом. Так все-таки, как бы, мы, опять же, эксперимент... Все-таки я могу признать, что сейчас все дисциплины, какие существуют, даже религии, да, все они сейчас, на самом деле, апеллируют некого рода опыта. Потому что вот эта вот феноменологичность наших теорий, она теперь требуется в принципе, как бы, да, вот у нас такой дух времени такого, что нельзя просто сказать, что вот я, типа, там, как бы так считаю, и мне наплевать. А надо, на самом деле, обосновывать. Нет, ну философия... То есть надо говорить, у меня опыт такой, даже религия об этом говорит, что есть специфическая какая-то, там, религиозная интуиция, там, религиозное прозрение, там, какое-то религиозное чувство, что-нибудь, какое-то обоснование тоже присутствует. И это, на самом деле, во многом, благодаря тому, что вот существует наука, да, вот успехи наук, они заставили все остальные дисциплины теперь, как бы, подражать этой науке. Даже и философия пытается точно так же подражать некого рода научности. Здесь пытаются формулы писать. Да, и пытаются и формулы писать, и пытаются точно так же эксперименты ставить. Ну, какие эксперименты? А, ну, мысленно-эксперименты. Ну, мысленно-эксперименты. То есть, на самом деле, как бы, вот, философия тоже пытается быть научной. Другое дело, что это вот... У нее научность, и вообще говорить здесь о научности, то она во всем другом смысле, чем вот та наука, которую мы, как бы, Я бы не стал называть наукой, чтобы не путать с людьми людей, потому что, скажем, любое суждение, вот положи на стол две бумажки, будет написано суждение научное и философское, их можно отличить просто по суждению. Если ты это суждение можешь сверить с чем-то, проверить некую объективность, проверить этого суждения, это будет научное, а если философское, то это будет всего лишь мнение. Вот, например, черные тели и излучают. Ну, испаряются, испаряются. Это не научное суждение. Нет, замечательно, но не философское тоже. Нет, 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 конечно, нет, 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 это не является необходимым, достаточно. То есть философское суждение непроверяемо, да, но не всякое непроверяемое является философским. Да, конечно, я говорил со мной. Вселенная произошла в результате большого взрыва 20 миллиардов лет назад. Ну вот что это тоже такое? Ну, все-таки это философское, я думаю. Точно так же наука пытается становиться философией. Ну, интерпретация. Посмотрите, посмотрите это. Нет, но они-то на научности говорят, что это не философское утверждение. Несчастного Алабаму, который сказал, что теория большого взрыва – это гипотеза, затравили и заставили извиниться. Да, да. Да, в Америке очень серьезно к этому относятся. В Америке настолько серьезно к этому отнеслись, что создали преступное сообщество, состоящее из Хокинга, с говорящей фамилией японца Каку и Моргана Примана. И они там целые 12 серий, по-моему, выпустили через кротовую нору на край вселенной вместе с Стивеном Хокингом. Ну и были там всякие аллогеры. Ну вот, но тем не менее, очень много всяких предметов, которые не наблюдают. Поэтому они не научны. Не научны. Не научны. Ну они и при этом не делают философскими, господа. Ну вот что там. Кто такой тогда Стивен Хокинг? Нет, Игорь, все-таки, наверное, можно про черные дыры и про большой взрыв создать некую философскую теорию, которая будет именно философской. Ну, некая математическая фантастика. Математическая, может быть, да. Скажем так, не всякое отклонение от научности является философией. Так, значит, про предмет мы говорили. Здесь еще интересный момент есть, что по методологии, по работе наука всегда стремится редуцировать некий свой предмет к некому известному чему-то, чего и свести к теории. Теория всегда одноуровневая. То есть это некий математический аппарат на одном уровне, строго замкнутый, логический, а философия по своей природе всегда многоуровневая, иерархична. И при этом, конечно, есть попытки редукции либо к абсолюту, либо к чему-то элементарному, но все-таки это не является основным методом действия науки, действия философии – редукция. Вот если мы берем Гегеля, то у него это философия. Ну, это не та редукция. На самом деле я могу сказать, что философия, я, если бы пытался установить какое-то коренное различие, то все-таки в философии есть метафизика, то есть то знание, которое никак не может быть обосновано. И это роднит философию с теологией, с велигией. Не, ну это не совсем так. Все-таки метафизика, она включает в себя и небытие. Пускай включает. Да, да. Если мы отказываемся от небытия и признаем только бытие, это значит, что в антологии. Не, просто наука никогда не отказывается от вещей, которые за пределами опыта находятся. Метафизика изначально, как бы, это по ту сторону физики. А физика не отказывается, например, вот черные дыры находятся под устроен опыта. Но это не менее. Нет, ну это просто, так сказать... Не, ну физика, смотри, как бы, она предлагает некого рода гипотезы, которые потом предлагают проверить на опыте. Если до сих пор это невозможно было проверить, то потом в будущем возможно либо опровернуть, что существуют эти дыры, либо как бы установить, что они существуют. То есть, так же, как... Ну, гипотетически, да, можно. ...базоновый, это, там, это, который, сколько, хикса. Хикса, да. То есть, как бы, есть некого рода теория, она предлагает, что должна такая частисть существовать. Либо ее обнаружат, либо ее не обнаружат. То есть, некоторого рода движения науки в том состоит, что они выдумывают новые концерты, там, новые, как бы, сущности, а потом проверяют, существуют они или нет. То есть, это нормально. А философия, в принципе, даже невозможна. Философия, в принципе, в принципе, это бесполезно, как бы, у тебя вот некие сущности, да, там есть. Некие понятия, которые существуют только внутри философского мышления. Но это, исходя из того, что любое понятие существует, внутри философского мышления, нигде больше... Нет, 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 нет. Но есть понятия не философские. Физика тоже, то есть, физик-теоретик оперирует физическими понятиями. У него есть энергия, масса, это понятия тоже. Просто современные философские теории, они, на самом деле, говорят, что метафизика невозможна, что метафизика опровергнута, как бы, и вышла на свою историю. Теперь единственная философия – это феноменология. То есть, философия, которая пытается быть строгой наукой, как вот Гусер говорил. Философия, как строгая наука. Естественно, строгая наука она быть не может, но она, как бы, вот частично подавляется математике, частично подавляется, там, не знаю, там, экспериментальной науке. И не похожа ни на ту, ни на другую, но что-то такое свое. Но, тем не менее, как бы, вот такое понимание философии присутствует. Булат, я думаю, что здесь вот именно выброс... Гайдегер, Гусер, Телеса... Да, разговор о метафизике, что она невозможна. Именно как раз эта проблема возникла из-за непонимания разницы между философией и наукой. Требование философии быть наукой и вызвало отрицание метафизики. Метафизика возможна как метафизика, а не как наука. И поэтому отрицать наличие метафизики, отрицать метафизического мышления, отрицать метафизических проблем, это глупо, отрицание. Ну, скажем так... А фенологии не будет наукой и так, и метафизика не будет наукой. И нельзя от них требовать, чтобы они были науками. Просто беременные-то как считали? Что от метафизики можно перейти к физике? Типа Фихт и Гигель, не столь беременные. Они считали, что философия – это особого рода наука, которая должна обосновать фундамент всех остальных наук. То есть она типа наукоучения, то есть тот фундамент базы, в том числе и Декарс, кстати, тоже этого мнения держался, что она должна подставить некого рода главные основания, для того, чтобы из нее произросли все науки, в том числе экспериментальные. Когда этого не получилось, стали обвинять метафизику. Вот эта метафизика, которая должна быть подведена под фундаментом наук, она как бы не нужна, и без нее вполне наука может все существовать. Но она нужна как метафизика, как сама нужна, а не науке. Она нужна для мышления, для понимания себя, для понимания мира, для много чего она нужна. То есть почему нужно делать философию служанке науки? Самое смешное, что это было бы связано с тем, что возникала секуализация знаний. Ведь в древности опорой как раз была теология. Еще есть известный анекдот, когда два класса спросили, а где же у вас тут Бог в ваших теориях? И он ответил, что в этой гипотезе я не нуждался. Это на самом деле показатель того, что наука, однажды освободившись от теологии, она в том числе освободилась прежде всего от философии как таковой. И вообще не нужно никакое обоснование. Ведь еще Кант задумывается о том, как обосновать возможности естествознания математики. Все его труды ведь ему посвящены. Еще он как бы пытается эту процедуру осуществить. А сейчас мы уже понимаем, что вообще все эти процедуры тщетные и не нужны. И метафизика как таковая, и у Канта же ей тоже нужна. Ну возможно ли метафизика? Она как бы получается, возможно в каком-то специфическом смысле, в том смысле и изначально, она невозможна и не нужна. И тут же стоит поставить вопрос о прагматичности, что наука прагматична. То есть она в конечном итоге дает нам нечто, чтобы... Философия тоже прагматична. А философия не прагматична. Ну например, если взять опять же теории этого Эпикура. Он считал, что философия нужна для того, чтобы человек в этом мире как-то успокоился. Да, с этой точки зрения, да. Так же как религия, так же как искусство, и так же как философия, они прагматичны в той степени, насколько позволяют человеку адекватно ориентироваться в мире. Да, построить картину мира общую. Не какую-то узкую какую-то физическую. Но научная прагматика. Она дает каждому из нас наши устройства. Вот мы строим дома, все... Но мы же в этом ничего не знаем. Вот есть устройство, оно работает. Мы не понимаем, как оно работает. Но мы живем, на самом деле, в неком метафизическом мире. Но метафизика, философия, она не всем нужна, в принципе. То есть это действительно некая игра в бисер, потому что, ну что вот мы сейчас обсуждаем эту проблему, науку и философию, и дадим послушать людям там на улице. Они без этого проживут спокойно. А вот без науки не проживут. Я думаю, здесь еще такое существует. Что? В общем, без науки-то не проживут. Нет. Я имею в виду без результатов науки. Не знания науки, а без результатов науки они не проживут уже сейчас. Нет, очень неизвестно. Эксперимент не был поставлен пока. Это юмор. Да. Ну, это юмор. Скажем так. Они постоянно пользуются результатами науки. Но результатами философии пользуются только сами философы. И несут на себе издержки науки. Ну... Вернее, издержки воплощения результатов науки. Ну, так же? Нет, ну на самом деле... Ну, что на то и... Ну... Если Евгения правильно понять, то существует некого рода сейчас новое возрождение религии, метафизики и всего, которое базируется на том, что сама наука считает научным только то, что может обосновать. Да. А как бы получается, что многие вещи, например, существование Бога или его несуществования, наука никак не может обосновать. Да. Поэтому, как бы это вроде не научное дело, оставьте нам наше дело. Как бы Богу можно только верить. Невозможно ни доказать, ни опровергнуть его существование. Это вообще интересная проблема конечной точки науки. То есть, есть огромное количество людей, с которыми устатывался, такие вот поджженные сценицисты, которые считают, что наука должна ответить на все вопросы и обосновать все. И должна быть создана единая теория мира, и в ней будет объяснено в этой теории все. И да, жить будет не за чем. Нет, дело не в этом. Это, на самом деле, философская задача. Вопрос. Есть ли граница в науке? Что за... Ну, скажем так. Вот есть искусство. Есть две крайние точки зрения. Сценицисты говорят, да мы просто еще не знаю, не исследовали мозг, не нашли закономерность там. А вот напишем формулу любви, и, пожалуйста, эти стишки будут сочинять искусственный интеллект точно так же. И все будет видно по формулам, как это все получается. И ничего там такого нет в этом искусстве. А есть другая точка зрения, что искусство и существует только потому, что есть некая сфера жизни, не перекрываемая рациональностью. И для фиксации этой сферы, и для того, чтобы получить коммуникацию в этой сфере, существует такой способ познания, как искусство. И оно никогда не будет пересечено с научным. То есть всегда останется некая сфера. Ну, скажем так. Чуть третья такая сфера. Религия есть, да. Еще много-много сферы есть. Да. И можно, конечно, сказать, что метафорически так, что когда синкретическое начальное познание, в котором не различалась ни наука, ни искусство, ни философия, ни религия, было некое первобытное познание разделилось, то в конечном итоге они потом соединятся. Но когда они соединятся, это не будет ни наука, ни философия. Ну, все в одном котле и сгорит. Я думаю, они никогда не соединятся. Нет, в конце света они соединятся. Но это же желание, это же некого рода философия. Это философия, да. Как относиться к финалистическому антропному принципу? Если признавать финалистический антропный принцип в этой философии, то они все должны соединиться в некое единое познание неразличимое. Философия, искусство, религия, наука. Ну, это спекуляция. Просто иногда считают в философии науки наукой, они почему-то считают, что это какой-то комплимент. Потому что сложилось такое мнение, что то, что научное, то, что называется наукой, оно имеет какое-то особое достоинство. Это же хорошо, он ученый. Да, есть оценочная ситуация, как будто это какое-то особое добро, особое некого рода приобретение. Но на самом деле, если вот сейчас на этот разговор пришел, что есть разные сферы. Есть искусство, есть научное знание, есть религиозное познание, есть отдельная философия. Можно нам говорить, что здесь есть политика, есть социальная какая-то жизнь. И на самом деле, это можно говорить о том, что есть разные сферы. И они не обязательно должны все как бы редуцироваться к научности некой. Нельзя требовать, как бы считать, что мир един. Можно предположить, на самом деле, что наш мир раскладывается на многообразие таких регионов. И на регион научности, это просто один из регионов, тот аспект рациональный. Однозначная воспроизводимость. То есть у нас есть в жизни то, что рационально воспроизводимо. Каждый день в жизни, в экспериментах то, что мы воспроизводим, и то подпадает под научные сферы. Да, это особо его рода, на самом деле, некий спектр вырезанный из мира. Пециальный взгляд. Дело в том, что такой подход, то, что вы назвали стаицизмом, что наука когда-то там все в себя вберет, но он еще и тем подпитывается, что область-то нам не расширяется. Расширяется за последние, так сказать, десятилетия, столетия. Но здесь нужно уточнить, что она расширяется за счет себя же. Она не лезет в другие области. Но скажем так, вот у нас, если мы нарисуем вот эти сферы познания, искусство, религия, наука, да? Она расширяется не за счет искусства, философии. То есть она не отгрызает от философии, от искусства, от религии. Не отгрызает. Она просто углубляется на своей же территории. Она бурит. Вот есть, скажем, поле научное, и она бурит туда, в научном поле. Она не расширяется за счет других сфер. Когда-то считалось, что вообще все, что касается мозга, это как бы вообще, так сказать, не тронет. То есть это все как бы святое. Психики, а не мозга. Мозг, клетки, да пожалуйста. Там обычные клетки у нас. Такой же метаболизм. Мы выясним, как клетки работают. Но при этом мы и не выясним, что такое понятие философское. Допустим, существует очевидная связь между психикой, даже экспериментально подтвержденная между психикой и мозгом. Есть, существует. И, соответственно, мы уже в эту область как бы вклинились. То есть, может, через момент увлекновения головы? Нет, почему? Влиять на психические процессы? Да можно сколько угодно влиять, все равно психологический дуализм решить невозможно. Сколько бы ты не решал эту проблему, она остается, потому что она изначальная проблема. Эта проблема действительно метафизическая, онтологическая такая. И наука, то есть она может подвести... Ну, скажем, мой любимый пример, что мы можем действительно как угодно копаться в химии, но жизни там не найдем. То есть, есть некие биологические, психические эффекты, не касательно человека. И мы можем говорить, но они же основаны на химии какой-то. Конечно, на химии. Но сколько уже полтора столетия исследуют химию клетки, и каких-то жизненных эффектов не находят? Химия и химия. Так и здесь мы найдем биологию и биологию. А сознание, эмоции, корреляция, да, корреляция найдет. Мы действительно, мы можем сказать, что когда такой-то белок, то происходит вот это. Но непосредственной связи между ними, как на уровне редукции. Вот. Ну, потому что наука – это определенного рода способ видения. То есть, ты видишь то, что хочешь увидеть. Наука хочет увидеть нечто, как будет с точки зрения рациональности, обоснованности и повторяемости. Ну, действительно. То есть, допустим, у нас поставили задачу исследовать науки Джаконду, да? Она найдет там столько рационального, и пропорции все, и по цвету, и по всему. Материал. Да. И вот выложи все это в виде расчетов. И смотри ты на них сколько угодно. Изучай ты там сколько угодно. Но произведений искусства там не будет. Точно так же с мозгом. Мы напишем и алгоритмы, и все, и как он работает, и все. Но сознания там не будет. Вот. И об этом речь. То есть, есть некая сфера, которая и не требуется. Она нерациональна по своей сути. Искусство нерационально по своей сути. Поэтому ты говоришь, что это возможно, рациональное познание, значит, ну… Но это же наоборот хорошо. Это же плюс. Это же хорошо. Это плюс. Да. Почему-то люди думают, что это минус. Как же так? Наука не проникла во все как бы глубины. Не всю исследовала. Это же наша жизнь. Да. Вот мы живем, радуемся. Зачем мне знать? А, я помню, когда мне сценцист такой написал. А вот мы все это исследуем, и тогда кончится ваша философия. И вот я думаю, вот допустим, действительно наука дошла до того, что полностью изучила мой мозг и написала все. А мне-то что с этого? Я как получал радость от философствования, так и буду получать. То есть у меня ничего не изменится от моей жизни или от как я любил и буду любить. И от того, что мне напишут, что это какой-то гормон, там такая-то клетка, такое-то туда… Это мне ничего не скажет. Мне не поможет решить эту проблему. Ни одну проблему от того, что я узнаю, что это конкретное взаимодействие клеток, философски не будет решено. И с искусством, да. Сколько бы она ни говорила, на самом деле, и не пыталась в эту сферу как бы внедриться, все равно ничего не надо сделать. Искусство так и останется искусством. Человек таким более хаотическим, неупорядоченным, более эмоциональным. Человек таким, что мы понимаем, но никаким образом рационально подойти к этому не можем. Есть контраргумент, который любят говорить по поводу искусства, что «а как же, как же, сейчас компьютер уже сочиняет и музыку, и стихи, еще какие хорошие». И действительно, если вы возьмете образцы поэзии компьютерной, вполне себе поэзия. Там есть эти маленькие-маленькие нюансы, которые всегда упускают, что в отличие от хорошего поэта, который сегодня утром проснулся и записал свой продукт стихотворного творчества, который является гениальным, и на следующее утро он тоже напишет, и вечером он напишет такое. То есть практически все стихотворения, скажем, Пушкина или Бродского, они стихотворения Бродского. А машина генерит тысячами. То есть она просто генерит, 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 генерит. И подходит человек, разбирающийся в поэзии, и вот так вот отбрасывает. То есть то, что он признал за творчество машины, поэтическое, это творчество человека, который увидел. То есть если берешь любую произвольно сочиненную, будет туфта полная. Но, перебирая тысячи раз, может получиться действительно какие-то нюансы, которые могут быть похожи на поэзию. И вот если человек ощутил вот в этом машинном творчестве, он говорит, вот творчество машины, но это не творчество машины, это отбор человека. Так же с мелодиями. То есть генерят тысячи мелодий, и одна из тысячи действительно что-то вот там такое вот эмоциональное содержит в себе. И предъявляет, это не творчество машины. Машина просто случайным образом генерила. Это творчество человека, который отбирал. И посади другого человека, он отберет другие стихотворения. Самое же интересное. А задай машине вопрос, а машины отбери свой и лучший из своих. Критерий нет, потому что нет. Иррационального критерия нет. Нет критерия. Критерий сугубо субъективный. И то, что один из тысячи произведений машины подпал под субъективные критерии, это чисто случайно. То есть понятие, вот как такое рациональное объяснить, что такое вкус? Как мы выбираем, что это красивое произведение искусства, а вот это какой-то там шурпатриот, что-то такое. Как это? Это же на самом деле необъяснимые вещи. Причем и Кант пытался, и Гегель пытался, и все они пытались в эту сферу зайти как бы. Ну и все равно ничего это не удается. То есть искусство это нечто такое, что никак не может быть рациональным способом осмысленным. То есть можно что-то вокруг около ходить, но все равно это что-то иное. И это главное хорошо, у нас это же добавляет бытия в нашей жизни человеческой. Что мы не только рациональные, но мы еще эмоциональные, мы еще мистичные. Если мы говорим о религии, то у нас есть нечто, что соприкасает нас с рецидентом. И есть и такой опыт у нас есть. У нас многообразие видов опытов. И это наоборот говорит о богатстве нашего мира. А как бы мы выглядели нищими, если бы у нас только было рациональное. Это же убогий, страшный сухой, это был бы мир. Ну такой мир построен уже почти. Как? Ну как построен так? Как? Мы живем, и у нас религия, и искусство, и философия живы отдельные сферы. Я не скажу, что нет. Но есть такая вещь, что для некоторых наука теперь выкалашивает все. Они считают, что наука опровергла религию, опровергла философию. Искусство куда-то там уже выброшено на помойку, осталось только наука. Есть такие, но они сами себя обвиняют. Это чистой воды редукция. Редукция их, их личная редукция. По факту, на самом деле, наука ничего не смогла сделать. И точно так же, почему до сих пор существуют религии, если бы, казалось бы, наука все опровергла. Есть большая проблема с наукой, которая действительно пьет современный тупик, особенно физики. И многие считают, что философия может как бы вывести из тупика. Ну вот вопрос довольно спорный. Поможет ли, Игорь, философия наук вывести из тупика? Ну не знаю. Нет, ну есть же так у нас Бранскета, который утверждает, что именно философия является некого рода способом решить вот эту вот проблему соотношения литийских и квантовых представлений. Проложить мостик как бы там и что бы такое предложить синтетическое. Ну я имею в виду, что такие мысли как бы существуют. Ну есть, есть, есть. То есть, я тоже могу сказать, что может какие-то философские, ну скажем, скорее всего, опять же, то, что я начинал, говорил, что не сама философия, а философ может что-то предложить. Но он предложит научное, то есть, он предложит некое научное решение, с которым скажет, но это не будет именно таким философским решением. Ну, философы-мыслители, они мыслят не только о философии, может, о каких-то смежных областях. То есть, я сам занимаюсь там и эволюционными проблемами, но я понимаю, что это не философия. Нет, но если я бы сказал по-другому, есть особый философский взгляд на научные проблемы. То есть, есть научный метод и особый научный взгляд, а есть особый философский метод и философский взгляд. И вот, возможно, ваши исследования эволюционных проблем, они на самом деле не являются, ну, как бы, или асеровофилософскими действиями, потому что вы рассматриваете их и ставите вопросы философские. И как бы, и следствие из этих изучений этого является философским. То есть, я считаю, что на самом деле философия во многом это некий способ отношения к миру, вот как я и говорил, да? А не какой-то там дисциплина, куда можно, так сказать, есть какой-то свой предмет, и можно там углубиться и изучать. Нет. То есть, особый способ, как бы, видения этого предмета в любых, там, особый способ отношения к миру. Это, как бы, если уже, как бы, пытаться, как бы, изнутри философии понять, что оно такое, что оно такое. Философия, внутри философии, да. Мы своим философским умом мыслим свой философский ум. Вот если вот так вот формально... Но мы можем изучать что угодно, мы можем математику изучать с позиции философского. Да, то есть выделять некие... То есть, естественно, философские понятия могут быть, как бы, на разной почве, на разном материале изложены. Как он там назывался? Это философия науки там, да? Ну, была эпистемология, философия науки, да. Но философия науки... Скажем так. Кун с парадигмами, да. Ну, фаерамин там, да. Анархический подход. Ну, что, возможно, всё. Ну и всё. То есть, это больше там социология. То есть, Лакатоск больше социология науки. Да и у Куна тоже социология науки, а не сама наука. Ну, понятно. Это просто говорит о том, что всё-таки философия может и пытаться в других дисциплинах, и пытаться находиться на предметах. Ну, насколько это удаётся? Ну, попер есть. Можно сказать, что принцип фальсифицируемости — это философский. Ну, философский в какой-то степени, да. Принцип отличения науки от ненауки. Плохо у нас не нашлось ни одного защитника научности философия. Ну, потому что... Потому что... Что? А ты считаешь, что научная она? Да не знаю. Ну, нет. Просто здесь, на самом деле, во многом вопрос термин, да. Как понимать научность. Если понимать научность в древнем смысле — доказательности, то, конечно же, философия и маука. И никаких возражений ведь не может. Но, с другой стороны, доказательность для нас не является конечной обоснованностью. Мы теперь обоснованности требуем больше. Мы требуем, чтобы эти аксиомы, эти очевидные вещи, тоже были обоснованы. Их невозможно обоснованно просто сказать, что логически и аномально очевидны. Вот, например, парадоксы Зенона, опять же, они держатся на что? Ну, вот есть некие аксиомы очевидные. Да? Ну, вот, не сходятся там, как бы, не может это Архиллес догнать черепаху. И проблема. А мы теперь понимаем, что он догонит и перегонит, и просто, и, как бы, наша обоснованность иная просто. Вот и всё. Ну, методология и принцип работы науки... Принципиально отличаются от принципов существования философии, методов философского и результат философский. Истинность философского суждения – это совершенно отлично от того, что мы понимаем под истинностью научного суждения. Я просто всё-таки хотел бы заострять, что есть метафизика, философия, а есть, собственно, феноменология. Всё-таки здесь какая-то разница присутствует. Но феноменологи давно уже открестились от этих метафизиков. Они считают, что это уже... Это всё уже... Ну, там такая же философия. Аналетическая философия тоже открещивается, да. Тут как бы... Внутри философии тоже не всё так... Они открещиваются только потому, что они хотят быть научными. Вот они хотят быть научными, поэтому и открещиваются. Но, по сути, там научного нет ничего. Аналетической философии, вот американской, там научного, по сути, нет. Эти мысленные эксперименты – это просто какое-то такое рассуждение ни о чём. Действительно ни о чём. Из них вывода никакого сделать нельзя. Вывод даже, что такое сознание нельзя сделать, потому что там то ли определённо, то ли не определённо. А если определённо, то в этом определении уже всё содержится. А сами мысленные эксперименты и рассуждения ни к чему не приводят. Только вокруг да около данного определения. Там результата быть не может. В физике тоже мысленные эксперименты. Энштейн предлагал какие-то мысленные эксперименты. которые не составляют суть науки, физики. Например, это парадокс Энштейна Розен-Подольского. Это чистый мысленный эксперимент, предложенный в качестве возражения к матомеханике. Да, но потом же провели нормальный эксперимент. Интересно, что там тоже в каком-то смысле… Нет, эти мысленные эксперименты отличаются от мысленных экспериментов в аналитической философии, потому что подразумевают, что их всё-таки можно и немысленно провести, хоть как-то. Например, с китайской комнатой можно что-ли, если немысленно? Ну, с китайской комнатой вообще… Насколько это философии? Это и не философия, и не мысленный эксперимент, а просто ошибка. Ошибка, вот я рассказывал, что усердная китайская комната – это ошибка, которая живёт уже 30 лет и никто толком не пытается её разрулить. Там просто логическая ошибка. То есть подмена понятий. Вместо того, чтобы анализировать, почему книга или программа прошла тест Тюринга, она анализирует, почему передаточное число понимал или не… передаточный драйвер или кто понимал или не понимал язык китайский. Это как вот, скажем, сидит на одном корабле, текст зачитывают и семафором, флажками машет человек. На промежуственном корабле стоит тоже семафорчик и передаёт на третий корабль. Так вот, тот, кто стоит на семафоре на среднем корабле, он может и не знать язык. О чём? Он просто дублирует вот эти вот значки. И потом можно говорить, ах, вот информация перешла, а человек и не знал этого языка. Ну а зачем ему знать? Зачем клавиатурному драйверу знать, что набирается на клавиатуре? Вот у Сёрли вот такая история. Ну, я-то считаю, проблема состоит в том, что философия пытается в некоторых научниках подражать. Как вот это вот требование научницы для неё стало каким-то, как будто бы она философия стесняется быть самим собой. Изначально аналитическая философия, не американская сейчас, а вот начало XX века, когда они пытались логоцентризм, то есть свести всё, а вот всю метафизику выбрасываем, мы сейчас вот логику разобьём, и всё, уже Канта на помойку, да, и всё то же самое сделаем, обоснование науки сделано чисто логически, из языка выведем. И не получилось. Так же всё... Причём не получилось, очень красиво не получилось. Ну да, да, всё не получилось. То есть пришли к тому, что опровергли свои основания. Да, очень красиво получилось. Да, очень красиво получилось. И зачем было отвергать метафизику? Просто я говорю, что на самом деле, когда Хайдинг предлагает вернуться к вопросу о бытии, он же на самом деле говорит о том, что давайте займёмся философией. Хватит уже заниматься какими-то, если быть служанкой науки, как было когда-то философией служанкой религии, давайте как бы философией займёмся своим проблемам, она же у неё есть. Давайте её ей займёмся. Фактически этот возврат и должен состояться. И философия никакая не наука, и занимается она чем-то другим. Спасибо. Спасибо.